Мне кажется, получилось годно, получилось интересно. Рубрика «Чё послушать» возвращается на канал. В последнее время выходит настолько много релизов, что для того, чтобы всё послушать, нужно несколько дней. Эту рубрику мы будем делать по понедельникам, для того, чтобы за выходные успевать всё отслушать. Выбирать буду 5 лучших методом голосования в нашем ТГ и в нашем ВК. И потом делать детальный разбор. Поэтому подпишитесь, чтобы голосовать за любимого исполнителя. И, конечно же, потом увидеть детальный разбор в ролике. А сегодня у нас «Слава Мерло» и «Слава КПСС». Альбом «Гонфлада», трек от «Нокту» или «НГ». А также про «Килограмма» и «Джино». Релиз от «Хоруса» и патриотический трек от «Алекса Мерсера». Дорогие подписчики РПНЮС, хотите стильно одеваться, но при этом не переплачивать? Тогда рекомендуем вам годный магазин кроссовок и одежды «Hustle.rf». В наличии более 3000 товаров. Я такой, сколько? Редкие эксклюзивные модели, которые вы не найдете в магазинах, уже ждут вас. А материал и качество не уступают оригиналу. У «Хастлов» есть бесплатная доставка, а оплата при получении. Только для наших подписчиков действует промокод «Рэп Ньюс». Не переплачивайте в других магазинах и покупайте по доступным ценам только на «Хастл.рф». Переходите по ссылке в описании, закупайтесь и не забудьте промокод «Поможет сэкономить». Славики застакались и сделали совместную работу. Слава Мерлоу и Слава КПСС выпустили совместный трек, который называется «Все будет нормально». «Нормально, говорю, все?» «Нормально». Это их первый трек, выпущенный официально. А летом они выпускали шуточный клип под названием «Випка Оуджи Будда». А в прошлом году сотрудничали в рамках шоу «Гараж» в Дзене. Мерлоу делал продакшн на трек другого Славы «Сказка необратимой смерти». «Долго не выходит врач. Начинается что-то вроде панической атаки». В день выхода трека Слава о новой работе написал следующее. «От нас для ваших ушей». Слова поддержки которых иногда не хватает в кругу даже самых близких людей. Сам трек представляет собой мотивирующую работу. Мол, «Все будет нормально, не парься, бро». Сопровождается она необычным продакшеном от Мерлоу, где тот решил задействовать ко всему прочему еще и скрипку. «Нормально, все будет прекрасно, все будет чудесно, все будет классно». Как написали в комментариях, получился славный фит. «Мает возница страх, отец сказал, я трусоват. Теперь понятно, он говорил о том, с чем сам не умел справляться». На самом деле приколов про то, что два Славы сделали славную работу, можно написать достаточно много. Новый альбом выпустил «Гон Флад» под названием «Фладалити», который сейчас активно обсуждается музыкальными критиками и слушателями. В первую очередь это ожидаемый релиз, так как «Флад» не выпускал крупных релизов уже более трех лет. Последний был в 21-м году, «Диджитал Фэнтези». Первая новость о работе над большим альбомом «Фладалити» появилась на интервью у «Басты». Но на удивление вместо него вышел мини-альбом «Диджитал Фэнтези». Многие тогда посчитали, что «Фладалити» либо отменили, либо переименовали. Но все сомнения были развеяны, когда в эфире студии 21 в октябре 21-го «Флад» заявил о процессе создания альбома «Фладалити». О большом объеме релиза стало известно на его трансляции в Инстаграме в ноябре того же года. Пишу альбомчик «Фладалити», буду долго писать его. Решил, что буду писать, ну типа годик, как «Прелунение», «Бойс Дон Край». Хочу прям поработать над ним, все выдорчить. Кстати, так и получилось. Этот альбом он делал более трех лет, что в рамках новых фрешменов, новых артистов достаточно долго, потому что они делают релизы в течение двух недель. Сколько нужно молодым музыкантам, чтобы сесть и за день зафигарить альбом? Плюшки две. Спустя почти год, в августе 22-го года, Саша сообщает еще немного информации об альбоме. Короче, по поводу альбома, чуваки, я собрал все демки, которые у меня были. Я что-то писал на альбом конкретно, а параллельно просто всякое. И у меня накопилось 56 демок. Что-то из этого такое себе, по-любому, возможно. А что-то там просто пиздец, чуваки. Ну и как только я выздоровлю, я начну потихоньку все добивать. В этот же день он показал и первый сниппет на будущий трек, а также подогревает интерес к пластинке с заблюренным трек-листом. И вот сентябрь 24-го. Флодалити из 15 треков появляется на всех площадках. На нем фиты с Кейкбоем, Лав Дабл Сикс, ЛСП, Айра и Таня Текис. Это, к слову, его девушка, с которой они сейчас в отношениях. Отмечу для меня топ-2 треков с релиза. Это «Худрич» и «Удлиненный магазин», на котором, кстати, его девушка отметилась очень достойным партом. Альбом за несколько дней набрал в ВК почти 2 миллиона прослушиваний. Релиз «Флат» решил подогреть туром на 28 городов, а также совместным клипом с ЛСП на трек «Ути Пути», в котором также приняла участие девушка Флады и жена Олега Влада, сыгравшая главные роли. А сейчас у нас на очереди агрессивный рэп, который не только вам может понравиться и добавить его в плейлист, но и заставит качать головой. Алекс Мерсер, про которого вы много раз писали мне, чтобы я о нем рассказал, выпустил новую работу под названием «Злой Русич». Со слов исполнителя, работа патриотическая и посвящена отряду «Русич» и теме СВО. При этом ее уже успели оценить и нам прислали скрин с подтверждением. Также на днях появилась новость и о том, что исполнителя за эту, либо какую-либо другую работу, уже успели внести на сайт «Миротворец». Аликс Мерсер, судя по всему, не собирается останавливаться и будет делать музыку с такой направленностью. Новой работой порадовали слушателей и «Нокту» с Лиан Джи. Для меня она, честно говоря, была весьма неожиданной. Несмотря на то, что инсайт о совместной работе с «Нокту» Лиан Джи сообщил еще в апреле. Хотите ночной еббиший инсайт? Я отписал еббистический куплет на совместный трек с «Нокту». Слышали о таком? Также мне показалось, что для такой работы двух минут маловато, где большую часть трека составляет припев. Хотя вот Максу на стриме работа понравилась, однако куплет Лиан Джи впервые ему не зашел по звуку. Чем больше громкости, тем больше эти высокие частоты пилой, бензопилой хуярят тебе эти уши, вот так вот. «Нокту» превзошел себя. Это невероятно шедеврально сильно. В прошлом году Хорос выпустил релиз под названием «Вечный поиск». И еще один более запоминающийся станция «Крепежная», где он читал о различных тюремных тематиках. Успех был настолько большой, что слушатели требовали сделать еще одну часть «Душевных песен». И вот на прошлой неделе вышел альбом «Станция крепежная 2» из 14 работ. Это романтика большой дороги. Все проблемы нас подкараулят непременно. Всем желаю сил суметь перебороть. Ведь основлен дворами, стрелками, ворами, стены на пути. Привык с разбега головой таранить. На альбоме отметились своими партами «Бруто», «Слим» и «Метакс». Если в прошлый раз были рассказы про тюрьму, то теперь это музыка, цитата, «заморских чернокожих гангстеров». Здесь и про жизнь в Таиланде, и про жизненные трудности. Также Хорус объявил и о туре с заразой на 19 городов. Когда будет следующий и будет ли вообще неизвестно. Так что если хотите повидаться вживую, не медлите с приобретением билетов, ибо упущенные возможности имеют вкус пепла и омрачают жизнь. 4 октября 23 года из жизни ушел рэпер Джина, которого многие могли знать как участника группы «Тысяча слов». После себя он оставил множество различных демок и записанных работ, которые выходят уже посмертно. Так было с его треком «ВНВ» и клипом «Мимо». На прошлой неделе появился сингл на трек от «Прокилограмма», который был посвящен как раз-таки Джину. Не хотели бляски циргарем, пламенем. Это твое и мое, те, кто не с нами помянем. Абонент недоступен и текут слезы. Работа получила название 1809-1985. Это дата рождения Джина. Что интересно, во многих источниках пишут, почему-то 82-й год рождения. И в комментариях люди, конечно же, спросили у «Прокилограмма». Может быть, все-таки это ошибка? На что он ответил, мол, вам что, паспорт Джина показать? Будущее прямо здесь, и это не сон. Будущее прямо здесь, и это не сон. Эту работу Максим прокомментировал весьма коротко. Человек жив, пока жива память о нем. Напишите в комментариях, какой релиз на прошлой неделе вам показался самым интересным. И напоминаю, участвуйте в наших голосованиях в ВК и Телеграме. И, возможно, именно про вашего любимого исполнителя мы расскажем на следующей неделе. А на этом сегодня все. Увидимся совсем скоро.